МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О бюджете и дорогах. В Думе прошло совместное заседание комитетов. Фиолетовый день. 26 марта в мире отмечают день больных эпилепсии. Предупрежден, значит, вооружен. Как не стать жертвой мошенников? Далее расскажем обо всем подробно. Медицинские учреждения региона полностью готовы к работе в условиях пандемии коронавируса. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на специальном совещании в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области с участием членов правительства. Система здравоохранения, инфекционные койки, оборудование готовы. Специалисты прорабатывают все потенциальные меры на будущее. Всех нижегородцев призывают осторожно относиться к информации и доверять данным, полученным из официальных источников. Задача власти – не допустить панических настроений в обществе, призвать людей к самоконтролю и ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. Всех нижегородцев, заразившихся коронавирусом, принимает вторая инфекционная больница в областном центре. Там специально подготовлены четыре отделения. Есть все необходимое – достаточно палат, оборудование препаратов и средств индивидуальной защиты. По состоянию на 26 марта в Сарове больных коронавирусом нет. На карантине находится 85 человек. К другим новостям. Корректировка бюджета города, изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, освещенность автомобильных дорог. Эти вопросы обсудили депутаты на совместном заседании комитета в Городской думы. Подробности – далее. Ввести понятие «индивидуальный контейнер» для индивидуальных жилых домов и дать возможность жителям складывать мусор в баке около дома, а не возить пакет из ТКО на машине за сотни метров. С такой инициативой администрация предложила обратиться в правительство. Этот вопрос сотрудники ДГХ рассмотрели совместно с представителями Городской думы и направили предложение поддержать инициативу в другие муниципальные образования региона. Все муниципальные образования согласились, за исключением Лыскова, которые сказали, что они считают это преждевременным. Мотивировали это тем, что если это будет в норму внесено, то это будет носить обязательный характер, а не все жители с этим согласны могут оказаться и не все жители согласны будут приобретать контейнеры. Это положение учли и прописали в проекте, что поставить индивидуальные контейнеры у домов можно только в случае, если с такой инициативой выступят сами жильцы. То есть потребитель будет иметь право выбора носить свой мусор на дальнее расстояние, либо складировать у дома. Цены на вывоз мусора будут отличаться. Совместно с администрацией дума будет готовить поправки в постановлении и описывать модель, которую планируется ввести. Заключение направят в область, затем после всех процедур в правительство Российской Федерации. Также депутаты обсудили уличное освещение. В Сарове оно соответствует ГОСТам. Однако есть ряд перекрестков, где света не хватает. Практически весь проспект Ленина, по словам Александра Косинкова, нуждается в корректировке освещения. Светлого фона, который должен быть на обочинах, на газонах, нет. Также корректировки требует система освещения на некоторых участках улиц Курчатова и Павлика Мороза в Октябрьском проспекте и других. Депутаты вернутся к обсуждению этих вопросов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей САРУ-24. Департамент образования просит откликнуться граждан, которые могут и хотят принять семью братьев 2012 и 2015 годов рождения, оставшихся без попечения родителей. Более подробную информацию можно получить по телефону 95572. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В соответствии с указом президента с 30 марта по 3 апреля дошкольные образовательные организации будут закрыты. Весенние каникулы в школах и организациях доп. образования продлят по 5 апреля. С 26 по 27 марта во всех общеобразовательных организациях пройдут родительские собрания в онлайн-режиме по вопросам организации дистанционного обучения. О дате и времени можно узнать в личном кабинете Элжур или на школьном сайте. Нижегородские предприниматели могут сообщить о связанных с коронавирусом проблемах, оставив заявку на портале мойбизнес52.рф. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с 18 марта на сайте заработала отдельная кнопка обращения, связанная с коронавирусом. Также получить всю необходимую информацию о мерах поддержки бизнеса в условиях эпидемии можно по телефону горячей линии «Мой бизнес» 8 800 301 29 94. Для справки. На дня губернатор Глеб Никитин утвердил план поддержки нижегородских предпринимателей, которые включают в себя финансовые, имущественные и инфраструктурные льготы. В Нижегородской области начнет действовать запрет на ловлю рыбы в местах нереста. Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, с 1 апреля по 10 июня ограничения будут действовать на реке Ака. С 10 апреля до 10 июня в зоне Чебоксарского водохранилища. И с 15 апреля по 15 июня в зоне Горьковского водохранилища. Во избежание штрафов рыбачить можно только с берега и на любительскую удочку. День больных эпилепсии или фиолетовый день отмечается во всем мире ежегодно 26 марта. Эпилепсия – хроническое неврологическое заболевание, которое возникает в результате поражения сосудов головного мозга, опухоли, инсульта. Чтобы рассказать окружающим про патологию, опровергнуть мифы и поддержать больных и был учрежден фиолетовый день. В мире эпилепсией страдает около 50 миллионов человек. По распространенности это третье неврологическое заболевание после альцгеймера и инсульта. Возникнуть оно может в любом возрасте, независимо от пола и расы. Приступы эпилепсии часто совсем не похожи на то, что мы привыкли видеть в кино. Порой сам человек не знает, что у него только что был припадок. При легких формах можно ненадолго потерять связь с окружающим миром. Приступы могут проявляться совершенно по-другому. Просто человек замирает, внезапно приостановил свою речь. У детей это как отвлекаемость. То есть замер ребенок, отвлекся, задумался. Иногда это проявляется, ползание мурашек просто, или подергивание в какой-то определенной конечности. То есть человек не обращает на это внимания. Иногда даже эпигастральными болями, то есть боли в области живота. Раздражителей для пациента с таким диагнозом достаточно много. Вызвать приступ могут громкая музыка, вспышка света, вредные привычки. Для детей это компьютерные игры, мультики, то есть смотрение телепередач определенное количество времени, слуховые раздражители, фотовоспышки, дискотеки в подростковом возрасте. Для взрослых это алкоголь, интоксикация, прием определенных групп препаратов. Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с симптомами эпилепсии. Однако диагноз ставится только в тех случаях, когда приступы повторяются регулярно. Одно из главных заблуждений в том, что остановить развитие заболевания нельзя. Врачи утверждают, что примерно 70% пациентов достигают полной ремиссии при условии четкого соблюдения лечения. Иногда приступы проходят спонтанно. При случаях детской абсансной эпилепсии, то есть излечение самостоятельно происходит. В основном требуется коррекция лечения. Как правило, предшествует либо травма родовая, например, либо перенесенная нейроинфекция, инсульт перенесенный. Наследственный фактор. То есть по статистике, если в семье кто-то являлся эпилептиком, то высока вероятность рождения ребенка, что он будет болеть. У людей с эпилепсией нередки проблемы с профессиональной реализацией. Им стоит избегать службы в полиции, пожарных частях, на охране важных объектов, а также профессии, где нужно управлять машиной, работать с химикатами или вблизи водоемов. Невролог Ольга Шумленко отметила, главный двигатель в лечении и профилактике эпилепсии – здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В пандемии коронавируса спровоцировало появление нового вида мошенничества. Злоумышленники ходят по квартирам и представляются работниками санэпидемстанции. Они предлагают провести санитарную обработку квартир для профилактики заражений или сделать экспресс-тест. За свои услуги мошенники просят немалые деньги. Такие случаи уже фиксируют по всей России. В связи с массовой эпидемией в стране активизировались мошенники. Злоумышленники звонят на телефон гражданам и предлагают чудодейственный препарат, который им поможет вылечиться от коронавируса. В Сарове подобных случаев пока не зарегистрировано. Но в полицию продолжают поступать заявления и сообщения от граждан, пострадавших от рук аферистов. Злоумышленники действуют по старой схеме. Звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Никогда представители финансовых утверждений, тем более банков, не будут звонить на сотовый телефон и просить какую-либо информацию. Зачастую это все происходит в отделениях, либо в офисах банков, где оформляется документация. Всегда звонят только мошенники. Никто никогда звонить не будет. Прошу убедительную просьбу не поводиться на поводы, звонившись, не сообщать никаких персональных данных своих банковских карт. И тем более не осуществлять никаких операций. Обманывают мошенники-соровчаны через интернет-магазины. Сотрудники правопорядка призывают горожан быть бдительными при покупке того или иного товара во всемирной паутине. Наши жители города Саров заказывают на интернет-ресурсах различную продукцию, делают стопроцентную предоплату. И в итоге либо не получают продукцию, либо не получают продукцию не того качества, которого бы хотелось. Вещь, которая стоит действительно, как они думают, что 10 тысяч рублей, а приходит вещь копеечная, которой стоимости такой нет. Эти случаи имеют вместо быть, продолжаются, поступают заявления. В городе участились кражи из садовых участков. За март в полиции было зарегистрировано три заявления. Участились в Сарове и кражи велосипедов. С приходом теплой погоды, ранней теплой погоды, у нас многие жители нашего города достают своих железных коней, садятся на них, начинают их использовать как транспортное средство. И зачастую относятся к ним как бы небережно для их сохранности. Оставляют без меры, не пристегивают, ставят места свободного доступа, где нерадивые на руку наши граждане могут завладеть и похитить их имущество. Сотрудники правопорядка настоятельно рекомендуют горожанам следить за своими вещами. В городе орудует банда несовершеннолетних преступников. В основном кражи происходят в торговых центрах. Подростки выманивают продавцов из прилавков магазина. Один из них отвлекает жертву, а другие забирают ценные вещи с собой. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Центр социального обслуживания готов помочь одиноким, маломобильным гражданам с хроническими заболеваниями старше 60 лет. Доставить продукты питания и медикаменты в период эпидемии коронавируса. Как будет организована работа службы, расскажем в следующем репортаже. Социальная служба наряду с медиками вовсю готовится ко встрече эпидемии. Закупают марлевые повязки, перчатки и антисептики. Все это им потребуется для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Они на протяжении всего карантина будут посещать пожилых людей, которые нуждаются в помощи. Приносить продукты питания и медикаменты. Мы планируем доставлять продукты питания и лекарства по назначению врача тем гражданам, которые одинокие, одинокопроживающие, либо чьи дети и родственники находятся за пределами города и которым нужна помощь данного вида. На сегодняшний день сотрудники социального обслуживания создали специальный штаб, куда входят 53 человека. Специалисты будут выяснять, действительно ли гражданин нуждается в помощи и относится ли он к маломобильным гражданам. Если ситуация сложится таким образом, или вернее граждане отнесутся к этой ситуации вот именно так, как предполагает наше правительство, то есть все засядут по домам и будут бояться выходить из дома, надеясь на то, что кто-то им принесет продукты или рецепты, я боюсь, наше учреждение с этой ситуацией не справится, поскольку пенсионеров гораздо больше и заявок, чем наших сотрудников. Центр социального обслуживания набирает добровольцев, чтобы помочь бабушкам и дедушкам, которые оказались в трудной ситуации. Вступить в ряды волонтеров просто. Достаточно прийти в центр по адресу Шверника 11. Мы зарегистрируем его как волонтера, выдадим временное удостоверение, обеспечим средствами защиты, маской, перчатками и дезинфектантом для рук и будем передавать такому гражданину заказы для того, чтобы он выполнял заявки граждан. Более подробную информацию о помощи пожилым гражданам можно получить по телефону 6 94 39 или 6 94 41. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова